Глава городминистрации продолжает практику живого диалога с рабочими коллективами предприятий и учреждений Харциско. Вчера Александр Левченко встретился с сотрудниками городского управления пенсионного фонда. Обсуждали вопросы движения городского транспорта, начала отопительного сезона, благоустройства Харциско и работы коммунальных служб. Встречу с работниками пенсионного фонда глава администрации начал, как говорится, с насущного. С обсуждения вопросов, возникших на старте отопительного сезона. Выясняли, насколько потеплело в квартирах, в которых живут сотрудники фонда и какие возникли проблемы после запуска котельных. Ну еле-еле это 100% что либо система еще не обезвоздушена, либо состояние внутренних сетей таково, что там, наверное, и вода уже не проходит. Такая ситуация не первый год, то есть я знаю проблему 60 лет октября улицы, поэтому. С Зуевского теста теплоноситель выходит достаточной температуры. У них нет температурного режима, это остаточный продукт у них по большому счету, поэтому на Зугресс-2 всегда, ну они, да, жили как при коммунизме. Летом была горячая вода, зимой к батареям не дотронешься, в общем, ну видите, сети износились, требует все практически замены, все. Обсудили на встрече также вопросы благоустройства Харциска и его водоснабжения. Городоначальник обратил внимание собравшихся на то, что без оплаты полученных услуг жилищно-коммунальное хозяйство города полноценно функционировать не может. Я призываю вас уважать, как уважают ваш труд, уважать и труд наших коммунальщиков, поэтому ваше общение со своими друзьями, знакомыми, родственниками тоже немаловажно в этом направлении. Это поддержание порядка в нашем городе, делать его краше, лучше и красивее. Ведь всем было приятно, едем на горное, скажем, кольцо, которое было непонятно в каком виде, сколько времени, высадили петуни, через неделю петуни стало в два раза меньше. Сотрудники пенсионного фонда, где, кстати, работают в основном женщины, подняли вопрос о графике движения городского общественного транспорта. Последний троллейбус и автобус пятого маршрута отправляются с остановки Черемушки в 16.50, а прием сотрудники фонда ведут до 17.00. Эту проблему Александр Левченко взял под личный контроль и пообещал посодействовать в изменении графиков движения на отдельных маршрутах.